Так, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, подруги мои, давайте будем вместе с вами богатеть. Я буду вместе с вами богатеть. Я денежки люблю, денежки нужно любить, деньги идут деньгам, нужно об этом помнить. И все вот эти приметы, которые связаны с деньгами, они, кстати, очень-очень полезны. Я буду потихонечку рассказывать. И будем богатеть на старости лет. Так вот, для начала у меня есть такое дерево, такое богатство. Это денежное дерево. Оно ему уже сколько? Ему где-то два года. Два или два с половиной. Оно было маленькое и маленькое и выросло вот за эти пару лет. Значит, в прошлом году я его выставляла на солнце, в этом году такая жара, и я на солнце его не выставляла, то есть на балкон. Не выставляла, вот он у меня только в комнате растет. Значит, уход за ним очень-очень примитивный. Поливаю его раз в два дня. Ну, в принципе, я смотрю как. Я вижу, что земля сухая, я немножко поливаю. Вода обычная, которая только отстоянная, отстоялась вода. И чуть-чуть поливаю. Чуть-чуть, немного. Вот это такой весь уход. Вот. Значит, земля здесь, ну я покупала землю, конечно, в магазине, вот для него. Ну, а теперь скажу, что это дерево действительно очень полезное. Даже у кого герпес, можно делать кашу, прикладывать, лечить герпес. Можно лечить даже мозоль. Вот. То есть это дерево полезное в таком виде лечебном плане. Но я же хочу стать богатенькой. Вот. И посоветую, как это сделать и другим. Значит, первое. Прежде чем приобретать такое дерево, приобретайте его у богатеньких людей. Как бы он уже будет заряжен этим богатством. И вам тоже будет приносить удачу. Старайтесь его не покупать. Вот это дерево. Потом, когда будете его сажать... Не покупать, а что делать? А, ну, что вам подарили. Богатенькие люди. А, говорят, что надо воровать. А, ну, я учить воровать не буду, потому что я сама не умею воровать. Я человек закон. Один раз проехала в бесплатном троллейбусе, и меня оштрафовали. Поэтому я... Ко мне это не подходит. А кто умеет, пускай, придет в гости, отщипнет там у богатеньких и посадит. А богатенькие деньги в этом не теряют, куда отдают? Я думаю, нет. Деньги идут к деньгам. Чем больше денег... Нет, богатенькие себе отдают. Так он же не отдал. Я не дам, просто поделился. Надо обязательно, когда ты имеешь деньги, надо дарить, надо давать, а иначе не будет никакого дохода. Ну, вы подарите? Я, да, ну, так, чтобы я не видела. Я же не очень богатенькая. Я не очень богатенькая. Ну, я такая, да, я вот тут не подумала о себе. Ну, надо делиться. Дело в том, что нужно обязательно делиться. Так вот, когда вы возьмете или там подарите или ванка, ну, ладно. На дно нужно положить монетку. Такую монетку волшебную, потом земельечка и все остальное. Сюда на веточке можно повесить тоже три монетки счастливые. Теперь, желательно, желательно, чтобы это деревцо стояло на красной салфетке. Нельзя положила красную салфетку. Деньги любят красный цвет. И под эту салфеточку желательно, конечно, выбачьте, но у меня нет зеленой купюры. Нужно, конечно, положить зеленую купюру под эту салфетку. Я вам говорю, нужно во все верить. И мне кажется, что если мы будем верить и что-то будем делать, то будут денежки. Ну, в общем, у меня денежное дерево, как говорится, есть. Пенсия моя еще не прибавилась. О, что дают? Ой, ну, а она какая? Так нет, это не то. Зеленая нужна. Я такой даже не знала, что это за деньги. Мне такие деньги не подходят. Подходит, подходит. Мне такие. Нет, это очень большие деньги, я не знаю, что это такое. Но это нет, должна быть зеленая бумажка. В общем, ладно, мне дали, ну ладно, пусть будет. Но должна быть вообще зеленая бумажка. Так, это, в общем, такие деньги. Ну, мы же в Европу идем, поэтому у нас в Европе есть. Да, ну хорошо, но таких, как я, в Европу не берут. Таких, как я, в Европу. В общем, я вкратце вам рассказала за денежное дерево. Значит, почему-то верят в это дерево. Да, значит, оно должно быть, оно такое роскошненькое, мясистое. Такое оно должно быть. С ним нужно разговаривать. Его нужно любить. Оно живое. Оно тоскует по хозяину и делает хозяину добро. И вот чем оно зеленее, тем я здоровее. И вам желаю того же, богатейте. У меня куча-куча материалов по деньгам. Вот с сегодняшнего дня начнем богатеть. Но я же ей сказала самое главное. Это не от вредности, от старости. Что нужно сказать этому деревцу? Как всем нужно говорить? Тебе расти, а мне в богатстве и радости цвести. Обязательно вот подходите, полили его и сказали ему эти слова. Пока!